Как научиться правильно откладывать ваши деньги, получая лишь только зарплату? Приветствую всех вас на моем канале. И в этом ролике я вам назову основные причины правильного распределения вашей зарплаты. Первое, что стоит вам сделать, это проанализировать вашу структуру расходов. Если же вы не знаете, сколько в месяц вы тратите на продукты, коммунальные расходы, на одежду, на различное содержание домашних любимцев и так далее, вы не сможете планировать и контролировать ваши траты. Записывайте в течение месяца, на что идет каждый ваш рубль, а потом проанализируйте полученные данные. Таким образом, можно будет обнаружить в повседневных тратах черные дыры, куда деньги утекают неконтролируемо, и понять, какие расходы можно вычеркнуть без труда, чтобы найти деньги на то, что действительно вам важно. После того, как вы проанализировали вашу структуру расходов и нашли изъяны, вы сможете откладывать какую-то часть денег зарплаты. Большинство формирует накопление по остаточному принципу. Сначала совершают все траты, а уже потом откладывают то, что остается в конце месяца. Но если же вы живете от зарплаты до зарплаты, то как обычно, в конце месяца у вас особо ничего не остается. И так месяц за месяцем и год за годом ваши накопления не растут. Поэтому важно откладывать сразу, как только зарплата оказалась в ваших руках. Как говорил знаменитый инвестор Роберт Киосаки, сначала вы должны заплатить себе, а уже потом остальные траты, то есть какие-нибудь продукты, за коммуналку, за домашние животные и так далее. Обычно хватает откладывать 10% от вашего дохода, но если же это слишком много для вас, то можно, я предполагаю, начать из 5%. После того, как вы уже начнете кое-что откладывать, вы должны для себя завести новую графу расходов. Это графа для инвестирования. И для того, чтобы начать инвестировать, вам хватит всего лишь откладывать для этих целей хотя бы 500 рублей в месяц. И вот по этой подсказке вы можете посмотреть мой ролик, и из этого ролика вы узнаете поподробнее, сколько вам нужно денег для того, чтобы начать инвестировать. И когда уже вы накопите кое-какую сумму, например, за год, если же вы будете откладывать по 500 рублей, то накопится уже 6000 рублей, которые станут для вас стартовым капиталом для собственного инвестиционного портфеля. И уже на 6000 рублей вы можете купить несколько облигаций, если же вы боитесь рисков. Если же вы немного рискованный человек, то можете присмотреть дешевая акция из индекса Мосбиржи. Даже вы можете взять на заметку дивидендные акции, чтобы вам хоть кое-какое-то вознаграждение приходило вам на счет. И тогда вы поймете на себе, как работает фондовый рынок. Но и помимо всех этих накоплений на инвестирование, вы также отложите ваши средства для того, чтобы создать вашу подушку безопасности, которая всегда сможет выручить вас в трудный для вас момент жизни. Спасибо всем за просмотр и всем пока.